Дорожная проблема не теряет своей актуальности. Вопрос содержания загородных трасс зимой еще раз обсудили на расширенном заседании постоянной комиссии областного маслехата по вопросам инновационного развития и предпринимательства. Депутаты в очередной раз встретились, чтобы узнать, какие выводы сделаны после критики компетентных структур. В онлайн-совещании также приняли участие председатели районных маслехатов. Десять дней назад избранники народа раскритиковали руководители отрасли, которые несут ответственность за порядок и содержание дорог. Сотрудники дорожной полиции за столом рассказали, кто был за это оштрафован. С 11 января департамент полиции вынес 72 предписания. Всего с начала года их было 193. Еще пять должностных лиц привлечены к ответственности за ненадлежащее содержание дорог, а с начала года 21. Однако ситуация не изменилась. Дорожные условия продолжают способствовать росту ДТП. Депутаты, обращаясь к представителям департамента полиции, отметили, что нужно не только штрафовать, но и предусмотреть эффективные механизмы обеспечения безопасности на дорогах. На этой территории, например, где Бударина, была авария. До Самала, на таком-то километре, стоит патрулька. После еще столько-то патрульных машин. Почему вся не в Чапаево? Есть еще трасса на Жангалу. А вы сейчас говорите, что дороги не почищены. А с вашей стороны, что сделано после поручения? Мы об этом спрашиваем. По словам Олжаса Ибраимова, предложения они направляют, но они остаются без внимания. Так, к примеру, на 311-м километре трассы Уральск-Атырау для регистрации нарушений правил дорожного движения требуется установить 42 автоматические системы. Цена одной чуть больше 35 миллионов тенге. Депутаты считают, что это дорого. Камеры за 35 миллионов в тенге не нужны. Почему не установить просто скорости меры? Таких много в России. В Самаре каждые 15 километров стоят. Кто вам посчитал эти 35 миллионов? Депутаты, не получившие внятного ответа, предложили еще раз изучить этот вопрос. Однако сейчас важно не откладывать проблему содержания дорог, тем более в зимний период. Хотя избранники народа отмечают, что и летом есть нарушения, и привели конкретный пример. Это село Аксуат в Акжаикском районе. Вот посмотрите, в каком состоянии дороги. Особенно обочина. После того, как ее сделали, там не было предпринято никаких действий, чтобы это исправить. Директор областного филиала АО «НК Казавтожол» отметил, что по данному вопросу ответственные лица на местном уровне были наказаны. По словам Аслабека Мардана, работы по содержанию дорог идут планомерно, и темпы будут расти, так как филиал пополнился новой техникой. В этом году центральный аппарат национальной компании «Казавтожол» в целом по республике имеет 325 единиц техники. Из них 25 единиц были выделены нашей области. На сегодняшний день прибыло 17 единиц. Прошлую пятницу – 2 единицы. До конца недели прибудет еще 3 единицы универсальных машин. Председатель областного маслехата Мурат Мукаев отметил, что сейчас цель стоит не обвинять, а в рамках своей компетенции оказать поддержку в решении проблем. По его словам, также необходимо выявлять водителей такси, которые не зарегистрированы юридически, и усилить разъяснительную работу среди населения. Обеспечение безопасности дорожного движения – это общая задача. Нужно пробудить сознание людей, ведь это их собственная безопасность. Например, говорят, что за границей, особенно в Германии, это все налажено. Они сообщают о нарушителях. Наше общество тоже должно к этому прийти. Во всем должен быть порядок. В завершение заседания были внесены разные предложения, связанные с содержанием дорог и обеспечением безопасности. Уполномоченным органам даны конкретные рекомендации.